Здравствуйте! Меня зовут Александр Гриценко и сегодня мы поговорим о главном мифе, который окутывает всю литературу. Писатель должен быть бедным, с циррозом печени, пьяным, как Есенин, например. Так это или нет? Немного рекламы. Проходите по ссылке в описании, там ссылка на мой профиль в ВК и там вы можете читать меня, смотреть какие-то фотографии, которые я выкладываю, я там пишу какие-то откровенные вещи, потому что писатель это часто естественно его мысли. И вот там я наиболее откровенен своим читателям. Отвечаю на вопросы также там, приходите, я буду всегда рад. Есть такой миф о том, что вообще художник должен быть голодный, неудачливый, он жутко талантливый, но с немытыми волосами, с циррозом печени, мухой где-то валяется, потому что экзистенциальный ужас бытия его очень сильно тревожит, потому что он не может смириться с несправедливостью жизни. И вот так вот все происходит, умирают. Если мы поговорим как бы по существу, то в истории литературы, как правило, все наоборот. Точнее, спиваться-то спивались, но спивались не из-за того, что люди считали, что вот какой-то там экзистенциальный ужас бытия, хотя часто это декларировали, а часто из-за того, что много времени, много обожания, деньги, куда-то это надо тратить, банкеты, фуршеты, как всегда. И вот это все ведет к некой деградации личности. Так еще, если есть какие-то поклонники, которые говорят, что ты талантливый, тебе все можно, ну, человек иногда заканчивает свою жизнь зловеще, да, как Есенин или как Борис Рыжий, который там всячески страдал переменной настроения и в конце концов тоже покончил жизнь самоубийством. Причем, если я не ошибаюсь, как-то очень, я не знаю, миф это или нет, но я точно об этом читал как-то очень жестко. То есть надел петлю на шею, ну, опять же, я могу ошибаться, и привязал перекладине балкона и выбросил с балкона, сломал себе шею. Вот, это все тоже, естественно, некое такое психическое заболевание на фоне вот этого образа жизни человека. И миф о том, что художник должен быть вечно пьяным, наркоманом и так далее, он часто удобен самим людям, которые хотят это все дело употреблять. И самое главное, что я заметил, вот, за 12 лет преподавания на литературных курсах, еще многие молодые писатели, им об этом говорят, их сверстники, и они начинают подбухивать, подбухивать для того, чтобы, ну, как бы казаться себе более значимыми, что они вот тоже бухают, а поэтому талантливыми. Конечно, все наоборот. Я могу сказать, что когда человек пьет, то все его таланты подавляются. Человек вообще ничего не хочет. Причем у меня был такой длинный богемный путь, то есть я, как с детства в богеме, и я довольно успешен с какого-то там, с молодых ногтей, и у меня всегда были хорошие должности, и я был всегда небеден, ну, с довольно раннего возраста небеден. И я объездил всю Европу, там, США, в Азии много, где было, везде меня принимали на высшем уровне. И, конечно, не спиться, не пойти по такой кривой дороге в этом случае очень сложно, потому что там все наливают, все говорят, что так положено и так далее. И вот я могу сказать, что, например, у меня лично было время, когда это было веселое, хорошее время, но я особо Литулкова ничего не написал, хотя я много чего сделал, все равно у меня была потрясающая работоспособность, это вот так и есть, потому что я какую-то диссертацию смог написать, я смог какую-то методику преподавания разработать. Но, например, литературным творчеством я занимался, ну, я занимался, но не так масштабно, как мог. Соответственно, все это очень печально, и я, например, на себе почувствовал, что как только я вообще отказался, то есть, ну, я решил отказаться полностью от алкоголя, так стало в тысячу раз больше сил, энергии, я стал больше писать, я стал больше успевать. Не могу сказать, что убавилась работа, потому что амбиции у меня много, хочется еще больше. Я стал больше работать, но счастливее я стал точно. И когда я сейчас смотрю на людей, которые вот этим мифом подпитываются, что надо быть пьяным и несчастным, и вообще в этом-то и правда, и мне их жалко. То есть я совершенно точно понимаю, что вот там я, например, в какой-то момент понял, что, ну, вот мое созидательное начало пересилило. Ну, я знаю десятки, сотни, а то и тысячи людей талантливых, архиталантливых, которые просто спились, они даже сейчас живы, но они уже ничего не напишут, просто потому что они уже вот в таком полуживотном состоянии. Это уважаемые люди, и они даже сейчас как-то функционируют, но ничего уже путного от них большого мы не ждем, потому что они не смогут. А если бы они бы не пили бы, если бы они бы, там, кто-то употребляет и так далее, да, то мы бы масса и литературных произведений, и каких-то журналов, и мысль креативная пошла бы по-другому в искусстве. Потому что тот же Пушкин, это же не только писатель, это еще и издатель, это еще и своего рода продюсер и педагог, потому что тут вот он Гоголю подсказал, есть такой миф, тут он еще что-то сделал, то есть сама по себе яркая, талантливая личность, она за собой увлекает еще по порой тысячи людей, десятки точно очень ярких людей, а то и сотни, если это яркая личность, то есть поэтому вот это наша беда. Я призываю молодых людей и немолодых людей полностью отказаться от алкоголя вообще, это ни к чему хорошему не приводит, и заняться самозабвенно творчеством. Вот я призываю именно кардинально вообще, не рюмки. Понятно, что меня многие не поддерживают, скажут, ну там все, как бы это все ерунда, тут можно, там можно. На самом деле даже несколько рюмок расслабляет человека, а в нашем деле нужна сосредоточенность. Все сложнее и сложнее сделать карьеру, пробиться куда-то, поэтому человек, писатель, тот, который взомнил себя писателем, должен быть очень собранным. И уж точно нездоровый образ жизни он человека делает более рассеянным, а не дай бог, если что-то со здоровьем, тогда уже и вообще ничего будет не нужно. Поэтому это мой вам совет. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok